Привет, это инспектор ЗОЖ. Сегодня мы пришли проверить качество физкультурно-спортивных объектов на набережной Южной дороги. Проверять будем по пяти параметрам. Доступность, комфорт, оснащенность, вовлеченность людей и общее впечатление. Холодно сегодня, челлендж. За весь выпуск я не должен ни разу улыбнуться. Если я это сделаю, обязательно пишите мне в комментариях минуту и секунду, когда я проиграл. Как видим, сегодня народу здесь немного, но это иллюзия. Просто холодное и рабочее время. На самом деле, летом, ну и в другие часы здесь народу всегда хватает. Вовлеченность людей можно 100% оценить на 5 баллов, уж поверьте мне. И это доказывает остатки человеческой деятельности. Таких мусорных ящиков полно и они, в общем, достаточно наполнены. Мы пытаемся найти граффити с Андреем Аршавиным. Кажется, оно здесь когда-то было, но почему-то его нет. Вместо него только какая-то собачья конура. Как думаешь, добраться до этого места достаточно просто? Что тут с доступностью? От метро до сюда добраться достаточно просто. Ты говоришь, да, 10-12 минут приблизительно. Ну, пешком, мне кажется, 15. От метро Крестовский остров. На машине, ну, не мне судить, тебе проще. На машине добраться легко. Но все равно место все-таки относительно других частей города, мне кажется, не самое доступное. Я бы поставил 4 балла за доступность. Я часто слышу жалобы людей, которые на стадион ходят, там, на баскетбол, на волейбол, да, на Сибур-арену, что до Крестовского острова им добираться сложно достаточно. Наверное, да, с юга, допустим, отсюда ехать, ну, явно больше часа, на чем бы ты там не ехал. Так, купаться здесь запрещено. Загорать сейчас мы тоже не будем, хотя песочек приятный, да, и чистый. Здесь в летнее время загорают разного возраста люди. Очень много пожилых людей, мужчин, имеющих привычку загорать до красного цвета кожи. Так называемые петербургские роднеки. А вот сейчас самое то, мне кажется, здесь поиграть в админтон. Ветра нет, и мы видим, что держать валанчик получается. Чемпионат мира по футболу здесь сделали одну из лучших детских площадок в городе. Здесь иногда бывает, не знаю, может быть, 300 детей. Сейчас, сколько их? Сейчас четверо или пятеро. Ну, потому что время года неподходящее. Я надеюсь, что ничего тут не сломается, да? Ты маловатую горку выбрал, там более подходящая для взрослых есть. Да, что-то я не влезаю в эту горку, но горка нормальная. Может, ты вот парк местный опробуешь? Надо попробовать. Тут все выдержано. Но для физкультурных развлечений, для детей, здесь оснащение прекрасное. Очень стильно сделано из дерева, да, все. Конструкции выглядят надежными. И главное, большое разнообразие всего, в том числе... Олег, а не хочешь попробовать вот это вот... До верха, да? Как это называется? Ну, это а-ля веревочный парк. Второй уровень. Я на вершине. Нет, все, наверное, да? Вершину оставим будущим поколениям. Особый героизм моего приключения заключается в том, что я с детства боюсь высоты. Но, видимо, не так уж сильно. Потому что здесь все не страшно. Не знаю уж как детям, у которых ноги короче и руки тоже. Но все хорошо. Кажется, мы нашли удивительную вещь. Крикет в Петербурге. А что это у вас за интересный такой... Гольф этот, от гольфа. Гольф. А вы сами это выпилили? Вот это я сам сделал. А вот мячик настоящий. Мячик настоящий от гольфа? А дырочка где? Дырочки тут нету. А куда вы попадаете? Нет, нет. Я-то просто по линии пока учусь. Ну, потому что тут ничего нет. Есть такой мини-гольф в курорте. Да. Этих 18 фигур всяких. Да. А почему вы гольф выбрали, такой нестандартный для России вид спорта? Я и в теннис умею играть. Просто я имею в виду, что интересно, потому что она такая игра, требует только фигуры и все, и терпения. Если когда человек уже, допустим, пожилой, ты же ведь... Ну как, я могу резко двигаться, но ты устаешь. А здесь... Но в теннис в настольную вы играете. А как часто сюда приходите? Давайте сыграем, да. Пока достаем ракетки, важный вопрос. Как думаете, кто первый проиграет в мировом спорте? Китайцы в настольном теннисе или русские в художественной гимнастике? Я себе такой не задавался целью. В смысле, осмыслить это. Но вы против китайцев играете? А я тут никак против каких китайцев. У меня был один знакомый питерский китаец. А это тоже китаец? Да. У него еще даже и родители, он с отрадного, он даже старше меня. Мы играли с ним лет пять назад, я его обыгрывал. А, ну тогда прекрасно. Тогда все. Не, ну он этот, питерский китайский китайский. Слушайте, ну раз вы китайцев обыгрываете, я уж не знаю, что сейчас будет. Чувствую себя чайником. Не шансы. 1-0. Боюсь, что выкрутить мне будет непросто. 1-10. Матчбол. Все. С красивым счетом. Цель не выполнена, зато 11-1. Спасибо вам. Спасибо. А давайте еще поиграем, может согреете. Нам просто снять надо. А как вам вообще здешняя площадка? Хорошо сделано все? Сделано неплохо, но уже, видите, приходит негодность. Вот она уже, видите, в каком виде. Ну, смотрите, в следующем году чемпионат Европы, значит, снова приведут в порядок. Будем надеяться. Здравствуйте. Извините, что отвлекаем вас. А можно пару вопросов вам задать? Как часто ходите на эту площадку заниматься? Третий раз, наверное. Добираться трудно? Ну, вот на самокате добираюсь минут за 20. У вас электро? Нет. Нет, обычно. Ага. Как оцените оснащенность здешних? Все есть? Ну, здесь можно, в принципе, полноценно заниматься. Как бы все есть. Единственное, что вот брусья немножко широкие. Надо было все-таки их поуже делать. И покрасится пол. А это как? А, то есть подошва, да? Ага. Да, кстати, подошва красится. И руки, и подошва, да. Вот если отжиматься на этом, то проблематично. А вот желтый и серый не красится. Ну, под пингфлой это всегда приятно, наверное, делать упражнения. Если вы устали от занятий физических, чисто физических, всегда можно принести с собой шахматную доску с подписью Сергея Корякина. Серьезно. На этой доске он играл против Магнуса Карлсона. Это одна из досок. Ну что, начнем партию. Правда, шахматных фигур у нас нет, поэтому мы играем по-простому. Представляем все ходы в голове. Олег, шах и мат? Д-2, Д-4 и лошадью рокировка. Спасибо. Что у нас есть здесь? Шесть столов для настольного тенниса, прекрасные турники, пресс и все остальное, множество уличных тренажеров разной направленности. За оснащенность всего этого комплекса мы, конечно, ставим 5 баллов. Идем на площадку с песочком, пляжный волейбол. Мы видим две площадки. Правда, у нас всего двое, и вместо волейбольного мяча у нас всего лишь забивака. Нужно много физических, хороших данных, чтобы правильно выпрыгивать. Вот, давай, Олег, я попробую поставить блок. Да. Это был, конечно, не блок, но, понимаете, это песок, и в нем застревают ноги. И каждое выпрыгивание, и каждое движение по песку гораздо труднее, чем движение по обычной площадке. Здесь лучше всего играть не в волейбол, особенно таким мячом, а в любимую забаву советских школьников. Пионербол. Мне кажется, комфорт здесь очень сильно от погоды зависит, на мой взгляд. Но даже сейчас, когда холодная осень, и ветра нет, комфортно. Нет, в том-то и дело, сейчас погода как раз комфортная, потому что, во-первых, нет ветра, во-вторых, как вы понимаете, нет дождя в Петербурге. К сожалению, бывает иначе. Как бы ты оценил, в общем, комфорт на всех объектах, которые мы посмотрели здесь? Ну, к сожалению, учитывая, что часть столов уже пришла в негодность, да, и часть объектов постепенно изнашивается. Пока поставим три, наверное. Ну, три с плюсом, я не знал, у тебя есть три с плюсом. Нет, я думаю, надо поставить три, чтобы к чемпионату Европы, к следующему году, все привели в порядок. А также к финансовике чемпионов. Почему мы все время говорим о чемпионате Европы? Да потому что здесь 500 метров до стадиона футбольного клуба «Зенит», и туристов будет масса. Немеряно. Да. Прямо сейчас, с входа в Академию Платонова, мы встретимся с Ореолом Камехой. Мы к вам. Сергей. Стрита. Пойдем. Как вы сами поняли, рост Ореола слегка за два метра. Олег, ты знаешь точно рост? Я могу погуглить. Два восемь. Два восемь. Классно. Вы по-русски уже понимаете? Ну что, что? Это хорошо. Сегодня мы пришли в Академию Платонова. Мы не только чайники, которые играем в волейбол где-то на улицах, на пляжах и так далее, но у нас есть профессиональный волейболист Орел Камеха, который покажет нам типичные ошибки, которые совершает любитель при игре в волейбол. Мы сейчас с Олегом сделаем пару подач, а вы покажете, в чем ошибка. Я думаю, с таким ударом шансов попасть в зенит нет. Что в наших движениях неправильно? Что происходит в нашем... В моменте. Мы должны всегда смотреть на мяч. Ты должен следить за мячом глазами. Правильно? Со скольки должен начинаться рост, чтобы атаковать? Вот... Вот... Главное не рост, главное прыгучесть. Если у меня есть хороший прыг... Да, конечно. Окей. Я должен подбросить мяч, разогнаться и ударить, правильно? Это сделай. Ну, кстати, неплохо. Хороший? Ты должен бить центральной части. То есть, вот здесь. Да, да. Нужно бить центральной части руки. Да, да. Я попробую. Да, окей. Принято. Спасибо большое за мастер-класс. Мы научились, благодаря Орелу Квамехи, подавать, принимать, атаковать и делать блок. И даже посмотрели, как надо ставить блок. Но нам немножко не хватает роста для этого. Рост очень маленький у нас, да, метр восемьдесят, метр восемьдесят пять. Для волейбола это не годится, но будем тренироваться и заниматься как любители. Спасибо. Еще несколько волейбольных площадок с сеткой, с разметкой и со всем остальным, которые мы упустили, это прекрасно. Общее впечатление – четыре балла. Хорошо, здорово, люди есть, оснащенность замечательная, но есть над чем работать. И чтобы здешний муниципалитет не расслаблялся, поставим четверку. А общая оценка – 21 из 25. Опять же, повторюсь, есть над чем работать. Продолжение следует... Игорь Негода.